всем привет друзья с вами варчик это так сказать мнение про запуск rdr2 на пк я честно говоря не знаю это наверное одна из кривейших игр которую я последнее время вообще да не то что последнее время даже не помню когда настолько кривая игра выходила и я в принципе не удивлен и кому я говорил что игра кривая да никто не удивился это же rockstar выпускает очередную большую крупную офигенную игру я даже не знаю полдня промучаться с игрой чтобы что получить я не знаю я хотел понизить настройки в игре зашел в настройки там подкручил что-то там туда-сюда чтобы у меня fps был хотя бы стабильные 60 в итоге шо да ничего не случилось fps чуть-чуть подрос игра сдохла и она не запускалась выдавала какую-то ошибку а fps то подрос всего-то до 60 с хвостиком хотя настройки были практически уже на минимум разницы почти никакой что на минимум что на максимум какая-то фигня больше всего fps по ощущениям жрет вообще сглаживания буквально включая один параметр сглаживания у тебя fps пополам падает и ты ходишь 30 fps и офигеваешь сейчас я просто зашел в папку в документах с настройками игры и тупо удалил всю папку к чертям с этими настройками зашел в игру здесь какие-то настройки там что-то текстуры среднее что-то высоко чё-то среднее там какая-то там вертикальная синхронизация была выключена включилась режим то оконный то на весь экран каждый раз заходишь она живет своей жизнью я не знаю просто не знаю я все настройки документах удалил чего там получилось то и получилось я вообще не хочу лезть в эти настройки потому что они тупо конченые игра просто умирает от того что ты лазишь в настройках и пытаешься высрать 60 fps на i7 77 2 0 к 16 его оперативы и видеокарта 1070 я пытаюсь в игре высрать 60 fps чтобы fps не садился ниже 60 видимо не судьба 50 fps видимо это то с чем мне придется играть в это чуть ли не через день там выходит игра вышла буквально дня два назад уже вышло два патча в там 3 гигабайта и 2 с половиной гигабайта сколько еще этих патчей будет поскольку гигабайт это качать перекачивать игра весит всего там 112 гигов кажется она тупо кривая я не знаю да она прикольно выглядит если не смотреть на эти конченные облака 2d плоские мне от них тошнит внешне игра в целом то неплохая но сколько там параметров всяких там деревьев и листвы и особенно там травы сделано на минимум в дополнительных настройках я когда смотрел на эту траву мне чуть глаза не вытекли насколько она конченная но оказывается там в настройках еще куча всяких параметров дополнительных внизу которые можно включать и выключать но я их трогать не буду потому что ну его в пень сейчас игра более-менее там на что-то похоже но в целом уже настроение как-то подпорчено да прикольно там пейзажики офигенные сюжетики механика куча но насколько же кривой старт вышел я не знаю и какой мощности нужен компьютер чтобы просто поиграть в 60 фпс в 1080 я не знаю это не какой-то там 4k 200k там или что-нибудь такое вот дождь то что-то появился то исчез сейчас мелкий какой-то непонятно короче я не понимаю что это такое где оптимизация непонятно причем видно что памяти игра у видеокарты жрет немного там всего лишь два с половиной гигабайта то есть у меня там свободного места на видеокарте еще половина даже больше половины при этом видеокарта у меня на 8 его она пишет там 6 чем-то она даже не может определить сколько его у меня видеокарта или она не способна заполнять ее насколько ей надо в чем вообще прикол непонятно процессор загружен не на всю то есть игра всирается тут не может выкакать 60 фпс стабильных при этом компьютер загружен сикась накась ресурсы у компа есть но игрушка не способна загрузить его так чтобы выдать фпс что и она вообще такое кривучие здесь вот 51 фпс что это такое я вообще не понимаю а что делать людям у которых компьютеры там ну бюджетные хотя я не знаю что что такое бюджетный компьютер тысяч за 50 собранный коробок не потянет эту игру для какого бюджета для кого это для миллионеров игра вышла лучше бы она не выходила оставалась бы на консолях была бы там я бы думал что эта игра хорошая и она бы там на консолях валялась бы да и все я в никогда в жизни не поиграл бы и думал бы что она классная потому что я вот стою со своим компьютером здесь смотрю на это все и у меня 48 фпс хотя что я вижу лес с горами как в ведьмаке или чё это не на ультрах игра это вот она там высоко ультра средние какие-то там перемешанные настройки я не понимаю мне надо просто купить для 60 фпс 1080 ти или мне 2080 ти надо купить а процессор какой а девятый за сколько мне компьютер на баса брать чтобы поиграть в эту игру на 60 фпс за миллион 30 видеокарт просто с мешка туда в компьютер высыпать это просто забей ой мы упали релиз игры упал побежал он бежит как у каканы а действительно есть почему так бежать потому что действительно у какались ну выглядит хорошо классно пейзажики мне нравятся а играть то в это как непонятно вот такие впечатления от старта rdr2 у меня не знаю что там на консолях как люди играли в 30 фпс не в 30 или как но это конечно забей игре то казалось бы и не требуется много фпс в нее можно в принципе и так играть но когда у тебя идет 60 фпс а потом резко падает до 40 то ты это даже чувствуешь и картинка начинает подлагивать честно говоря это помойный старт rdr2 вот в принципе и все и там уже видосики в ютубе начинают плодиться как повысить фпс в rdr2 да удалить ее нахер вот и фпс а будет очень много я не знаю ни в одной игре столько мало фпс у меня не было ни в одной ее не существует еще и это не на ультрах я бы еще согласился если бы это было на ультрах такой маленький фпс на средне высоких настройках это просто забей я не понимаю короче и люди только что ну остается нам ждать патчиков патчики от разработчиков ну и что я я не верю что разработчики выпустят какие-то кучи патчей что фпс повысится прям нереально может быть он местами не будет прям до 40 просаживаться или люди смогут нормально входить в игру и все ну прям это максимум чего я жду статус выносливости на нуле я очень рад все вот такое у меня впечатление спасибо что посмотрели этот замечательный ролик настроение подпорчено и я жалею что я сыграл в эту игру больше двух часов больше двух часов потому что в начале там начало затянуто со всеми этими стартами заставками и так далее и я в эту игру провел больше двух часов и вернуть деньги за игру я уже не могу да тут наверное неплохая история в игре много интересных механик всего много но как в это играть с лагами вылетами зависаниями какими-то какими-то вообще не игра живет своей жизнью это просто это куча какая-то из 100 гигов которая живет своей жизнью все все всем спасибо всем пока 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 это все 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 все